Друзья, привет всем! Сегодня будет очень интересное видео. Я встретился со своим партнером из России Дмитрий Волков. Вы этого человека знаете. Во-первых, он победил в конкурсе по торговле, набрал 72%. Давайте посмотрим, какие результаты в третьем, финальном сезоне. Победитель у нас Дмитрий Волков. У него процент прибыльных сделок, ребята, 72%. Смотрите, что он пишет. Тарас, хочу сказать огромное спасибо за этот конкурс. Участвуя в нем, я понял, в каких ситуациях мне удобнее всего торговать. Сейчас этот человек ведет YouTube-канал по мотивации. Кто не знал, подписывайтесь на наш канал по мотивации. У нас еще есть один канал по мотивации. Вот его ведет Дмитрий. Друзья, без мотивации мы вас не оставим. Так что, если для вас маловато видео на моем канале, есть еще канал Дмитрия, обязательно подписывайтесь. У нас цель к Новому году 100 тысяч подписчиков. Дмитрий, кстати, первый партнер, который приехал ко мне из России. У меня много партнеров из России. То есть у меня больше партнеров из России, чем из Украины. То есть моя команда в основном она по всему миру. Да, по всему СНГ, Беларусь, Россия, Казахстан. А ребят с Украины, кстати, меньше всего. Мы все работаем удаленно. И вот Дмитрий приехал. Итак, о чем мы будем говорить? О твоем росте, как ты изменил мышление. Кстати, что я вам хотел сказать. Как я ищу людей к себе в команду? Я как раньше думал? Мне нужно найти крутого человека, который с правильным мышлением. Как таких людей найти? В гугле? Как? Никак таких людей не найти. Ребята, лучше научить человека. Лучше расти вместе, развиваться. Вот Дмитрий обычный парень, который, короче, как мы все, был с обычным мышлением. Работал на работе. В один прекрасный момент захотел изменить свою жизнь. И изменил свою жизнь. Тарас стал для меня тем человеком, который заставил меня поверить в себя, в свои цели. И с этого момента я пообещал, что прежнего я уже никогда не будет. Я стал обучаться, развиваться. Я стал очень много читать. За несколько месяцев я прочитал больше книг, чем за все свои 22 года. Возвращаясь к своим изменениям в жизни, хотел сказать, как Тарас научил меня правильно распоряжаться своими деньгами. Как нужно распределять деньги. Как нужно откладывать часть своих доходов. Для этого я сделал для себя вот такую копилку. Куда я откладываю 10% от каждого своего дохода. И знаете, даже с небольшой суммой в этой коробке я стал чувствовать себя увереннее, безопаснее. Потому что я знаю, что даже если я останусь совсем без денег, у меня всегда отложена какая-то часть. И единственное, о чем я сейчас жалею, это о том, что не начал пользоваться этим правилом раньше. Сейчас мы об этом поговорим. Почему одни люди меняют свою жизнь, а одни люди не меняют свою жизнь. И вот такие люди у меня в команде. Мы сами растем. Мы только на позитиве. Тут все на позитивном мышлении. Те, кто были у нас ребята, они уже не с нами. Вот. Короче, давай сядем в тачку. Давай знаешь как? Ты садись за руль, чтобы я с правой стороны снимал. Машина огонь. Просто я в такой не сидел. Тачку просто... Как тебе красная кожа? Красный кожа выделяется, сразу видно, что черная была бы. Ну, я не хотела. Типно, как у всех. Да. Так, подарок же. Кстати, Макс препод, приезжай в гости, потому что будет меньше подарков. Короче, давай доставай. Так. Мы должны все быть в крутых часах. Мои часы уже третий раз клеены. Круто. Вот видишь, как раз я. Ну, какой любишь стиль, видишь? Я люблю золотой стиль. Кстати, видите, друзья, некоторые часы я разыграл. Один партнер уже получил. Что тебе рассказать, какие крутые тут? Давай, давай. Вот эти швейцарские. Ну, они такие массивные. Вот эти Атлантики, они самые дорогие. Эти мне подарили, когда я покупал машину. Стоимость я не помню. Ну, вот эти где-то тысяч 20 рублей. Вот эти, типа, больше. Это где-то 30 тысяч 40 вот эти стоят. Вот еще есть ориенты, тоже крутые. Ну, короче, какой стиль тебе нравится? Ну, вот у меня были по типу серебряных, поэтому я сейчас не против сменить бы на какие-нибудь, типа, золотые. Ну, самые дорогие я, конечно, брать не буду. Так нет, может тебе нравится вот с этим, с хронографами там всякие. Вот эти мне прикольные очень. Такие брюдикают. Да, больше всего. Это тоже швейцарские. Ну, хорошо выбрал. Такие нет, не нравятся? Тут есть. Смотри. Оп, пошел секундомер. Понял, типа, здесь никогда не ходит секундная стрелка. Это как бы секундомер. Ты нажал вот на паузу и сбил, понял? То есть она должна всегда стоять. В этих часах нет такой штуки. То есть они просто ходят. И эти просто ходят. В этих часах такая же фишка. Запустил и пошел в секундомер. Просто я раньше не понимал и думал, блин, почему у меня стрелка останавливается? Понял, секунды. Вот сбил, типа, и вернулась. Ну, короче, выбирай. Вот эти мне больше понравились. Все, бери. Друзья, мой первый, самый дорогой, наверное, подарок в жизни. Все партнеры с подарочками. Нужно соответствовать стайлу, да? Я, наверное, прямо сейчас их надену. Ну, понятное дело. Давай теперь обсуждать жизнь. Расскажи о себе. Расскажи, как изменилось твое мышление. Расскажи, как изменилась, короче, твоя жизнь, заработки, все. Год назад, ну, чуть побольше года назад. Я был, ну, самый обычный, как все обычные. Я тоже родился в обычном районе. То есть, даже не из города, родился в обычном районе, малонаселенном. Также ходил в школу, также закончил универ, также получил диплом, устроился на работу. А чем работал? Я работал помощником отца. Просто выполнял такие мелкие задания. Прибеги, отнеси, получи. Ну, чтобы хотя бы какой-то первый заработок иметь. Тогда я зарабатывал 20 тысяч, ну, тысячу рублей в день. Выходило у меня 20 тысяч в месяц, 22. Десять из них я отдавал за квартиру. На 10 тысяч жил. И работа мне, ну, честно говоря, не нравилась вообще. Ну, после этого меня стали грузить такими делами, которые мне, ну, просто не нравились. Которые я не мог выполнять. Хорошо и добросовестно. Я понимал, что, конечно, так дальше я работать не буду, в любом случае. И мое вот это увольнение было просто делом времени. И в один момент, когда я вот увидел канал Тараса, я посмотрел одно его видео. Вот это видео мы оставим здесь. Так можно сказать? Да, конечно. Я просто не помню даже это видео. Нахожусь я сейчас на своей старой квартире, и меня просто вот разбирают эмоции. Нахлынули сейчас на меня эмоции, потому что пришла пора прощаться с этой квартирой. Я работал над собой, и мне было как-то по барабану, в какой я квартире живу. Я уверенно шел к своей цели, к своей мечте. Вот, вот, народ, вот эта цель, которая у меня висела. Это первая моя цель. Первое было выучить английский. Я тогда очень хотел поехать к любимой. Блин, и смотрите вторую цель. Какая у меня была вторая цель? Сейчас меня настолько распирает эмоции, насобирать 50 тысяч гривен. 50 тысяч гривен, это 2 тысячи долларов. Это 100 тысяч рублей. Такая тогда у меня была цель. Эта цель вот здесь у меня висела. Я еще заклеил вот это вот пятно, я помню. Вот здесь висела эта цель. Я хотел насобирать эти деньги, и на эти деньги уехать в Америку. Хотел получить визу. И смотрите, 3 правила. Спасибо за этот день. Я всегда благодарил за этот день. Сегодня произойдет что-то хорошее, что-то прекрасное. Я себе нравлюсь. Я понял, что пора менять свою жизнь, и буквально на этой же неделе я пошел, написал заявление об увольнении с работы и ушел. Смотри, что хочу обсудить. Как ты смог принять такое решение? Потому что вот многие ребята... Был ли у тебя страх, да? Вот ты бросаешь работу, чем ты будешь заниматься? У тебя нет денег. Вот, давай это обсудим. Это очень важно. На мой взгляд, вот страх является самым злым врагом у всех людей, которые хотят встать на какой-то новый путь. Потому что этот страх неопределенности, что я буду делать дальше, получится ли у меня или нет, что мне будет говорить мое окружение, потому что, как правило, наше окружение... Ну да, да. Почему этот страх на тебя не повлиял? Потому что у меня желание вот это изменить свою жизнь, как бы выделиться, как ты жила, было намного сильнее, чем тот страх, та неопределенность, которая бы ждала меня в будущем. И постоянно вот это желание пересиливало этот страх. Конечно, страх у меня был, как и у всех обычных людей, страх бывает у всех людей. Но то желание, которое во мне было, измениться, оно было намного сильнее, чем это страх. Но ты вот взял и принял решение. Да, я просто взял и одним днем просто не стал думать, что меня ждет дальше, потому что я просто знал, что... Вот, да, смотрите, друзья, это очень важно. Есть люди, которые вот сомневаются, прям очень сильно сомневаются. Вот, блин, а как я не смогу бросить работу? Чем я буду заниматься? Эти люди прям очень сильно зацикливаются, да, и они живут вот тем страхом. И в таком случае вы еще не готовы бросать работу, да, потому что вы бросите работу, и будет еще хуже. Не бросайте работу, только вот так, если вы готовы, как Дмитрий, то есть отпустить все, да. Страх еще, он присутствует всегда, но не надо избавляться от страха, надо страх использовать на свое благо, то есть... Бояться, да. Да, вместо того, чтобы бояться, а что со мной будет впереди, подумайте. Вы вот боитесь все бросить, изменить свою жизнь, а вы вот не боитесь свою жизнь прожить так же, как и все. Да, 40 лет там, рутинно. Как сказал один мотивационный спикер, и недавно я смотрел у него видео на ютубе, прожить жизнь в стиле «как все и помер» является, на мой взгляд, самой худшей идеей, которую только можно придумать. Потому что ты живешь 70 лет, и за это время ты никогда не жил своей жизнью. Ты всегда делал только то, что тебе говорили другие, ты не создал ничего нового, ничего уникального, ничего не попробовал, и просто прожил жизнь, как все. Вот бойтесь вот этого. Бойтесь прожить жизнь, как все. Что еще хотел обсудить? Вот мы завтракали и обсуждали то, что я не был создан как бы для наемной работы. То есть, когда я работал, мне было тяжело общаться с ребятами в коллективе. Я когда устраивался официантом, я не мог выучить меню, меня нигде не брали. Я так завидовал ребятам, которые там на курилке общаются, мол, крутые парни, блин, почему они такие классные, у них уже есть работа, они получают зарплату, а я не мог устроиться, я был там на ютубе, что-то делал, и мне говорили, ты не серьезный, типа, нужно задуматься о будущем. Ну, сейчас эти ребята мне пишут, просят денег. Я говорю, ребята, ну это не серьезно, нужно задумываться о будущем. То есть, я не мог выполнять рутинные задачи. То есть, я, когда я работал грузчиком на новой почте, я халявил, я, ну, я все старался делать, чтобы не работать. А ребята были такие, которые вот работали, ответственные, конечно, как ты так себя ведешь, нужно брать, делать, делать, делать. Тебе платят за это деньги. Да, а я брал одну посылочку и вот ходил с ней, типа, нужно было разгружать, а я брал и ходил, гулял с ней. И вот это было не мое. И вот я понимал, что нет, я хочу работать на себя, со свободным графиком, ноутбук открыл. Вот, я ни от кого не завишу. Когда хочу, тогда встаю, когда хочу, тогда ложусь. Вот, что я хотел. И я к такой жизни пришел. То есть, у меня такое было сильное желание, я уже знал. Я еще, когда закончил универ, я уже жил на съемной квартире. То есть, я, по сути, максимум, сколько я работал в своей жизни, это два месяца на грузчиком, на новой почте. Все, это был максимум. Ты, кстати, сколько работал? Я максимум работал год. Год, да? И после года работы я все-таки решил уйти и начать что-то делать для себя, начать как-то менять свою жизнь, как-то становиться на ноги. Потому что я понимал, что всю жизнь работать на кого-то, зависеть от кого-то и делать то, что тебе говорят другие, это, я не знаю, по-моему, это самое худшее. Ну вот это круто, вот что мы, вот видите, в чем вот уже мы похожи, да? Почему мы вот в одной команде, почему мы одного мышления? Потому что ты тоже долго не проработал. Тебя надолго не хватило. Я не мог просто выполнять то, что мне говорят. Да, если вы уже, например, не знаю, 5 лет работаете, это уже плохо. Если вы все-таки хотите, прекращайте как можно раньше, но если вы реально хотите, а если вы боитесь очень сильно, и вас уже та рутина затянула, вам нужно сначала изменить мышление, а тогда бросать. Потому что если вы бросите, вы будете страдать. Вы будете думать, блин, зачем я поступил так глупо. Вот. Нас эта тема не так затянула, и мы успели соскочить как бы. Ну, естественно, бросать на только в том случае, если вас не устраивает работа, если вам не нравится. Если, например, работаете... И знаете, четкое видение у вас есть, четкие цели. Если вы, например, работаете и кайфуйте от этой работы, получаете там, не знаю, получаете хорошую зарплату, каждый день просыпаетесь с целью о том, что вы, наконец-то, мне там на работу. Ну, надо же, есть же такие работы, да, которые приносят удовольствие. Как ты мне рассказывал за этот, за кулцентр? А, да, вот у меня была, вот у меня, например, на моем опыте была работа, когда мне давали список, там, организаций под 100 штук. И мне их надо было всех обзванивать, со всеми людьми говорить. Я по своей натуре вообще, как бы, интроверт такой. То есть я не очень... Вот, я закрытый, поэтому я на ютубе. Я не люблю общаться. Я знаю людей, которые экстраверты, которые жить не могут без общения. Им надо везде влиться во всю компанию. Я же, например, другой человек, я более сдержанный. И когда мне давали этот список, и я понимал, что у меня, мне за неделю надо поговорить с разными людьми. Там 150, даже 100, 150 организаций было. Меня просто этот страх пугал. И я думал не о том, как выполнить этот результат, а думал о том, как бы, побыстрее это закончить. И о самом процессе, вот это... То есть ждал выходных, да? Да, побыстрее, чтобы это просто все закончилось. Как это будет выполнено? Я халявил, я там как-то отмазался. А, вот я сюда не позвонил. Меня спрашивают, а почему ты сюда не позвонил? Да там мне ответили, да там трубку не взяли, хотя я сделал только два гудка. И когда шли гудки, я постоянно молился, чтобы трубку не взяли, чтобы... Я вычеркнул эту организацию и сказал, блин, здесь вот не взяли трубку. Я не смог к ним дозвониться. Когда поднимали трубку и говорили недовольным голосом, я понимал, что меня ждет разговор в минуту с человеком, который не хочет со мной разговаривать. И вся эта работа была... Мне очень не нравилась. И после этого я просто решил, что зачем так дальше жить, если тебе вся эта жизнь не приносит удовольствие. То есть, если вы каждый день встаете с мыслью о том, что сейчас вам надо идти на работу, которую вы там ненавидите, если вы каждый день будете просыпаться и ждать пятницы, ненавидеть, когда начинается понедельник, то какой смысл вообще от этой жизни? Нужно срочно менять. Нужно срочно что-то менять, нужно срочно менять. Во-первых, надо менять свое мышление, потому что... Только мышление приводит тебя уже к результатам. Только после того, как я поменял свое мышление, у меня появились какие-то результаты. То есть, надо чего-то очень сильно захотеть. Без желания, без всего этого, ничего с ней будет в жизни. То есть, все начинается с мысля. Как сказал Брайан Трейси, человек становится тем, о чем думает большую часть своего времени. Поэтому, если вы будете думать, что жизнь такая дерьмовая, потому что вам опять на эту дерьмовую работу идти, работаете эти дерьмовые пять дней в неделю, то у вас и жизнь будет дерьмовая. Кстати, сегодня я прочел цитату, не цитату, прочел сегодня притчу, очень крутую притчу. Короткая, но вот как раз на эту тему. Что в каждом человеке живет два волка. Один белый, это любовь, успех, счастье. И один черный, это там... Жалобы на жизнь, там, негодование, страх. Вот. Ну, то, что присутствует у большинства людей. Эту историю, мол, рассказывает индейец своему мальчику. И мальчик спрашивает, ну, раз живут два волка в человеке, какой тогда из них побеждает, белый или черный? И он сказал, побеждает тот, кого больше всего кормишь. Если ты живешь всегда этим, в этом негативе, ты то и будешь получать. Если ты живешь всегда в этой рутине, ты вечно будешь недоволен, вечно будешь несчастлив. То есть будет всегда побеждать черный волк. Крутое, да, вот такое сравнение? Так, давай еще знаешь, о чем поговорим? Я себе записал об окружении. Очень многие люди любят, как бы, сваливать вину, не вину, а то, что сваливать в себя ответственность, потому что я вот не могу достигнуть какого-то успеха, я не могу стоять на какой-то путь, потому что вот меня окружают другие люди, там. Тянут меня на одно. Что делать, если мои родители вот постоянно мне говорят, что вот надо идти на работу, а я не хочу, вот из-за этого я не могу достигнуть. Ребята, у меня тоже в моем окружении был только один человек, который, с которым вот я на одном стиле мышления, это вот-то раз, и все. Больше у меня не было никого. То есть после того, как я там наслушиваюсь всяких байк о том, что все вот эта херня, давай уже начинай серьезным делом заниматься. Давай уже, может, работу подыщи, вот. Там вот я тебе крутую работу доставщиком роллов нашел, там будешь по 800 рублей в день делать, а если 7 суток в неделю работать, так это вообще-то там по 25 тысяч, давай уже начинай серьезно там. И после вот этого всего, когда наслушаешься... А когда тогда жить, да? Да, когда жить-то, а когда наслаждаться жизнью? А какой вообще смысл жизни, если ты всю жизнь будешь вот просто работать? Для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы выживать. То есть ты выживаешь, а не живешь. Это две разные вещи. И вот я приходил просто домой, заходил на YouTube-канал Инстарзинг и просто подряд смотрел все видео. Смотрел, 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 пересматривал, заряжался вот этой энергией и понимал, что все вот это окружение, которое вокруг меня, оно, они не правы. То есть они... У меня другое мышление. Мне не нужно прислушиваться к ним, потому что если я буду слушать других людей, я буду как другие люди. Почему? Они правы для себя, для своей жизни. Ну, для своей жизни. Будет плохо, они правы. Мне не нравится, как живут они этой жизнью. То есть я хочу жить другой жизнью, не как они. Соответственно, мне нельзя к ним прислушиваться. И после этого я просто... Хотите стать строителем, слушайте строителя. Хотите стать миллионером, слушайте миллионера. И вот вы мне задаете вопрос, спрашиваете, Транз, какое у тебя окружение, с кем ты общаешься? Да по сути ни с кем. То есть у меня один друг есть в Киеве с таким же мышлением, как и я. Все. Я общаюсь вот только на семинарах где-то, на встречах, где-то вот вечно катаюсь, решаю дела. То есть друзей как бы у меня нет, ребята. Там есть два друга, все. В основном вот с командой общаюсь, то есть, ну, переписываюсь, все. И какие-то встречи с людьми, да, на семинарах вот где-то там. Все. То есть я общаюсь, получается, со своей любимой, вот, и все, и с вами по интернету. Как у тебя с этим? У меня с окружением все дела также обстоят. Точно так же у меня много знакомых. У меня много знакомых в разных сферах. Но у меня нету таких вот друзей, близких, чтобы... Ну, с правильным мышлением. Да, с правильным мышлением, чтобы пойти с ними в какое-нибудь кафе, засесть и там начать обсуждать идеи, слушай, блин, надо там, начинать мир изменять, надо... Я там книгу прочитал, а он мне говорит, да, я тоже только что Брайана Трейси закончила. У меня нет таких тоже друзей. Может, это, конечно, плохо, а может, наоборот, хорошо. Ну, везде со всего извлекаем пользу, потому что сейчас больше времени у тебя, вот, ты сейчас ведешь канал, ты же хочешь расти, да, и... Меня ничего не отвлекает, я просто... Себе это нравится, иначе читать книги, развиваться, то есть, вот, человек именно, вот, захотел себя поднять в этом плане, и просто ему это очень начал нравиться. И вот, Дмитрий сейчас начал изучать таких авторов, как Стивена Кови, Брайана Трейси... Диспензу, да. И начал это все применять в жизни, начал от этого кайфовать, и говорит, блин, что так жизнь, да, реально меняется, потому что вот это, как бы, вот твоя уже, да, типа, тоже тема, твоя философия, и ты понимаешь, что так жить круче. Конечно, если ты живешь с любовью, ну, с позитивом, если ты занимаешься, вот, тем, чем нравится, вот, я уже вам рассказывал, что есть три типа жизни. Первый тип, которым живут 90%, это негатив. Они жизнь ненавидят, не любят, жизнь плохая, жизнь дерьмо. Во всем ищут плохое. Да, во всем ищут плохое. Это первый тип людей, ну, таких, да, давайте возьмем 80, наверное, процентов. И для них всегда жизнь будет такой. Такие люди ничего не добиваются. Второй тип, возьмем процентов, наверное, 80, 15. Так какие 15? 18. 18% это борцы. Люди, вот, которые любят бороться. Если вы боретесь с жизнью, жизнь борется с вами. Если вы боретесь со страхами, страхи борются с вами. То есть эти люди добиваются успеха. Но им все дается тяжело, и они несчастливы. Но они добиваются высот, они могут быть успешными. И вот 2% людей, это люди, которые живут любовью. Любят жизнь, жизнь любит их. Вот, вот такое отношение, да. Полюби сначала жизнь такой, какая она есть. Да, это трудно, но в этом весь и прикол. Если не полюбишь, жизнь не будет любить тебя. Не полюбишь деньги, деньги не будут любить тебя. Во всем так. Суть всегда одна и та же. Все говорят об одном и том же. Просто другими словами, другими принципами, другими правилами, но во всех книгах вся суть одна и та же. И, наверное, самое главное, вот очень многие люди говорят, я там прочитал уже 15 книг по саморазвитию, и что, и никакого результата нет. Одно и то же, вода одна. Так смысл от того, что вы просто их прочитали. То есть лучше прочитать одну книгу и применять все эти знания, чем прочитать 100 книг и просто это знать. То есть преподаватели по философии тоже очень много всего знают, но смысл, они же не успешны. То есть смысл в том, чтобы применять все эти знания в своей жизни, следовать всем этим правилам, принципам, и тогда результат будет стопроцентный. И вот человек по Брайну Трейси ставит цели. Расскажи, какие у тебя цели? Есть у тебя какой-то список? Я прочитал, вот недавно закончил читать Брайан Трейси «12 принципов», и в одной из главе он говорил, что запишите на следующий год 10 целей, и можете вообще этот список отложить, и в конце года вы увидите, что большинство из этих целей будет выполнено. Ну, я думаю, почему бы не попробовать? Это отнимет у меня там 10 минут моего времени. Хуже, как ты же говоришь, не будет. Сколько ты выполнил целей? Кстати, у меня тоже есть такой список, у меня жесткие там цели. Я записал себе эти 10 целей, сейчас у меня выполнено 4, 4 цели я уже выполнил, то есть... Это мало времени остается до конца года? Нет, почему? Я их записал на следующий год, как бы, до конца следующего года, но я их записал буквально 2 месяца назад, и у меня выполнено уже 4 цели. Вот одна из целей... А, я в 19 записывал. Вот одна из целей была заработать первые 100 тысяч в интернете и прилететь сюда, ну, в Киев, прилететь лично, строиться вот с Тарасом. То есть эта цель у меня выполнена. Переехать, жить в город, эта цель у меня тоже выполнена. То есть купить себе там крутой ноутбук, эта цель тоже у меня выполнена. Ну, цели не такие значительные, там, не заработать миллиард долларов, да, за год, потому что я понимаю, что цели нужно ставить как бы по своему уровню, но все-таки я написал цели, они потихоньку выполняются, и вот у меня главная цель, о которой я прям написал на полстраницы, выделил красным цветом, которая заставляет меня вот каждое утро просыпаться, каждое утро что-то делать, когда мне в голову приходят всякие отговорки, отмазки, лень, я сразу вспоминаю про эту свою цель, и все эти отмазки у меня уходят на второй план, и я... Только поэтому я начну... Только поэтому я не перестаю работать, только поэтому у меня вот такая самодисциплина вырабатывается, каждый день что-то делать, поэтому у вас должно быть четкое видение того, чего вы хотите достичь, потому что, как сказал Арнольд Шварценеггер, даже если у вас будет самый лучший круизный лайнер, а капитан не знает, куда плыть, вы всегда будете плавать в гавани, никуда не приплывете. Поэтому вот у вас должны быть четкие цели, у меня эти цели есть, я к этим целям стремлюсь, и я верю, что все эти 10 целей, я их достигну в следующем году. Я, наверное, о своих целях вам расскажу к Новому году уже ближе, ну я, вот у меня цель была написать книгу, видите, не написал, отложил, понимаете, друзья, я вот настолько хочу создать крутой продукт, что вот откладываю, больше узнаю, больше узнаю, и понимаю, блин, мне есть что больше сказать, и поэтому я откладываю, откладываю книгу, дописываю, дописываю. Дальше, какие у меня еще были цели? Машину вот купить, ну, такие я выполнил цели, хотел научиться на вертолете, это не выполнил, переношу на следующий год. Дальше у меня было записано с парашютом прыгнуть, тоже не выполнил. Мы хотели ехать в Дубай, может, кстати, вот, я еще до Нового года успею полететь в Дубай, прыгну с парашютом, вот тоже у меня такая была цель. Вот. предложение сделать, это вот, и каждый год я вот записываю, ребята, по 10 целей, вы тоже так делаете. Это вот общее видение, да, у тебя, куда ты стремишься. И, конечно же, есть глобальные цели, вот моя глобальная, это изменить систему образования, это цель вот такая за пределами жизни, может, даже я за свою жизнь эту цель не достигну, но она должна быть, вот я стремлюсь туда, вот, и весь этот канал, вся наша вот эта вот система, вот, по мотивации, потому что мы хотим создать такой самый глобальный проект по мотивации, по обучению, вот, например, Дмитрий будет продвигать нашу философию, вести наше сообщество, там, в России, вот, чтобы еще появились ребята у нас в Казахстане, вот, в Беларуси, да, чтобы тоже делали каналы, вот, и вот, просто доносили до людей правильное мышление, вот, это у нас такая большая глобальная цель, и это же никому вот не вредит, вот именно вот эта философия, она никому не вредит, да, что вот хуже от нее никому не будет, может быть и будет, да, если мы скажем, увольняйтесь с работы, люди уволятся, люди уволятся, а потом придут в комментарии и скажут, ах, вы сказали нам уволиться, а мы не добились успеха, это вы виноваты, ну, мы вещаем только для людей, которые берут на себя ответственность, вот, это важно, и мы хотим собирать у себя такую аудиторию, вот, я уже вообще, у меня такие глобальные цели, ребят, я хочу выйти, в международный уровень, не то чтобы на международный, а изменить именно политическую ситуацию, изменить образование всей системы, сделать какую-то реформу такую глобальную, вот, может, с нашим президентом это уже возможно, вот, чтобы люди были финансово независимы, вот это вообще будет классно, и если, прикиньте, да, если люди будут финансово независимы, если они не будут жить вот от зарплаты до зарплаты, то есть, просто создавать какие-то накопления, чтобы это было защищено государством, и когда люди выходят на пенсии, вот, как в Америке, они могут путешествовать по миру, а не жить на пенсию и считать, да, вот эти вот копейки, как у нас, на лекарства не хватает, на коммуналку, потом идти и продавать, да, пришла бабушка в супермаркет, да, вот, купила полбуханки хлеба, а потом выходит на улицу и продает семечки, вот, чтобы такого не было, чтобы наши пенсионеры путешествовали, вот, прикиньте, если мы изменим в наших странах, в странах СНГ, да, вот у меня такая глобальная цель, и вот эта вот вся тема по мотивации, вот это наша, можно сказать, онлайн-школа, в YouTube это онлайн-школа, сколько нас людей смотрит, вот, ребята, обязательно подписывайтесь на канал, еще раз, вот, посмотрите этот канал, если вам не хватает мотивации, она здесь, обязательно ставьте лайки, у меня на канале, на канале у Дмитрия, подписывайтесь на все каналы, ссылки на все каналы в описании, да, ссылки на все каналы в описании, пишите, пишите как можно больше комментариев, пишите ваши вопросы, говорите темы, на которые вы хотели бы увидеть видео, и мы, мы все комментарии читаем, вы сами видите, мы все комментарии, по возможности лайкаем, отвечаем, и стараемся делать видео по тем предпочтениям, которые вы пишете в комментариях, поэтому, пишите как можно больше комментариев, да, подписывайтесь еще на канал по торговле, потому что мы сейчас запишем видео об успехах Димы в трейдинге, Такие видео будут выходить на канале по торговле, на канале по мотивации, видео по мотивации. Спасибо огромное всем за просмотр, за поддержку. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok